Здравствуйте! В эфире новости в студии Полина Депутатова. 300 миллионов тенге на производство, что станут частью наукоемкой экономики. Сегодня представители Фонда науки рассказывали местным учеными-предпринимателям, как стать обладателями государственного гранта. Еще в 2011 году был принят закон о науке, а в 2015 вышел в свет закон о коммерциализации Акционерное общество Фонд науки. Было выбрано оператором по грантовому финансированию. Постанайским ученым и предпринимателям сегодня рассказывают о том, как принять участие в конкурсе и получить грант от государства до 300 миллионов тенге. Сумма на развитие бизнеса внушительная и, главное, безвозмездная. Основные условия это производство должно быть наукоемким, а предприниматель готовым к софинансированию проекта. Сегодня в стране уже запущено 96 новых производств, которые выиграли два предыдущих конкурса и воспользовались грантовой поддержкой. Сумма грантового финансирования более 20 миллиардов тенге. С частным партнером. К примеру, в Акмолинской области запустилось производство в апреле месяце, производство симбиотического йогурта НР, напитка. То есть, если зарубежные аналоги, там два-три пробиотика, то отечественный продукт, здесь шесть пробиотиков. Разработка ученых Назарбаевского университета совместно с агрофирмой Родина реализует проект. Сейчас данная продукция, йогуртовый напиток, успешно реализуется в Акмолинской области, в городе Астана. Также недавно в городе Чемкент было запущено производство источников питания для светодиодного освещения. То есть, первое казахстанское производство этих бесперебойных источников питания. В Карагандинской области, то есть, можно продолжать, очень много проектов уже запустилось. В Карагандинской области запущено производство модификатора битума. То есть, повышает качество дорожного покрытия. Был засерен участок опытный, один километр. Показал очень хорошо. Принять участие в третьем по счету конкурсе на обладание государственным грантом призывают местных ученых и бизнесменов. Государство сегодня заинтересовано, чтобы в регионах результаты научной деятельности активно внедрялись на производство. Реализуем сопережением. В Камыстинском районе активными темпами реализуются программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Краткосрочное профессиональное обучение дает возможность камыстинцам получить новую специальность, а после и рабочее место. Привлекают в районе и соотечественников с юга. Работу и дом, говорят, здесь найти несложно. Главное – желание переселенцев учиться и трудиться. В Камыстинском районе программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства вот уже несколько лет является решением практически всех проблем. Проблем с поиском работы. Ведь найти ее в деревне всегда было непростым вопросом. Однако теперь и сельчане, и работодатели знают, что в центре занятости они могут зарегистрироваться в базе данных и практически сразу получить различные варианты и предложения. С начала года у нас уже трудоустроено на постоянные рабочие места 183 человека. Также в рамках этого направления у нас еще задача – это создание социальных рабочих мест. У нас 15 предприятий. Это и индивидуальные предприниматели, это и крестьянские хозяйства, это и товаропроизводители наши, которые из года в год дают нам заявки на создание социальных рабочих мест. И мы как бы заключаем с ними договора. И в этом году при плане 15 человек мы уже направили 29 человек, 29 участников нашей программы на социальные рабочие места. У них средний размер заработной платы сегодня составляет 60 тысяч. Краткосрочное профессиональное обучение включает в себя подготовку и переподготовку кадров. Срок обучения от 1 до 6 месяцев. Курсы по 9 специальностям преподают на базе трех учебных заведений. 26 человек, кстати, уже воспользовались этим шансом. В прошлом году новые специальности получили более 50 человек. В целях поддержки и развития массового предпринимательства в рамках второго направления имеется возможность обучения сегодня основной предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», который реализуется совместно с Национальной палатой предпринимательства «Атамикен». Всего в этом году у нас было запланировано 40 человек обучения. И 40 человек у нас прошли обучение, получили сертификаты. У нас уже есть претенденты, которые занимаются сбором документов на получение микрокредитов для открытия своего собственного отдела и развивать свой действующий бизнес. Ирина Байтекова и Светлана Рож теперь имеют постоянную работу в пенсионные отчисления и отпуск. Устроиться в местную столовую им помогли в центре занятости. График работы и размер зарплаты женщин устроил. Я устроилась сюда, обратилась в социальную помощь, ну тут дом творчества, насчет работы, чтобы меня устроили на работу. Мне порекомендовали сюда, в дом творчества, в столовую. Я устроилась, кухонная рабочая, с февраля месяца работаю, мне нравится, тут коллектив хороший. Работаю поваром с февраля месяца, перечисляю пенсионные отчисления. Работа нетрудная, с 8 до 6, выходные. Мне нравится работа. От участия в программе не отказываются и сами работодатели. Ежедневно они сообщают, какие рабочие места на производстве вакантные. Сотрудничество выгодное, ведь 35% от заработной платы работников им компенсирует государство. Еще одна из мер, это общественная работа. Общественная работа, это одна из направлений, это как бы направлено для наших безработных, временная занятость. У нас в общественных работах приняли участие 114 человек. Договора у нас заключаются с Акимом Исюл и сельских округов. Одна из задач, это повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов. В текущем году у нас планируется добровольное переселение 10 семей в наш район. На сегодня уже разработана карта расселения в разрезе сельских населенных пунктов, которая позволяет наглядно увидеть, куда будут расселяться переселенцы, предполагаемое трудоустройство. Переселенцы с юга здесь не будут обижены вниманием и предложениями. Кроме субсидий от государства, а это 84 тысячи тенгена человека, район предоставит работу и место проживания. Все это в целом, отлаженная система и работа в реализации программы развития продуктивной занятости помогает комиссинцам получить стабильность и улучшить качество жизни. Виктория Шарнина, Идин Шайкенов, Руслан Джабаев, Телеканал Кустанай. Больше 300 вакансий в государственных и правоохранительных органах предлагали тем, кто ищет работу. В Кустанай прошла первая в этом году ярмарка вакансий, организованная Департаментом по делам госслужбы. Специалисты в госорганах сегодня нужны в основном в сельских округах. Что готовы предложить соискателям узнавала наша съемочная группа. Больше четырех десятков государственных органов сегодня готовы предложить работу образованным, ответственным и перспективным. Ярмарка вакансий, инициатором которой стал Департамент по делам госслужбы, в этом году первая. Здесь решили дождаться, пока новоиспеченные специалисты получат дипломы, чтобы предложить им рабочие места. Данное мероприятие проводится в целях того, чтобы привлечь на госслужбу профессиональных кадров, молодых специалистов, креативных людей, готовых нести именно госслужбу, работать на благо народа, на благо населения, на благо наших граждан. Поэтому такого рода мероприятия проводятся, чтобы максимально и масштабно уведомить, информировать население. Айсулу Монагбаева сегодня в числе соискателей закончила вуз в Челябинске и решила вернуться на родину. Есть опыт работы в сфере культуры и желание найти свое место под солнцем именно на госслужбе. Работа в частных компаниях девушку не привлекает, а вот на госслужбе, уверена, есть перспективы карьерного роста и стабильность. Работа государственной службы, она очень ответственная, серьезная, к ней нужно подходить, мне кажется, вообще основательно. Вот, начальника, ну, само слово просто начальника, это уже как-то, не знаю, это уже как-то подозрительно звучит, потому что, ну, мало ли, частник может бросить. Нет никакого СУС-пакета, там, защиты никакой нет, элементарных операционных отчислений. А государство все-таки, оно поддерживает молодых специалистов и, надеюсь, меня тоже поддержит сегодня. Соискателям специалисты госорганов подробно рассказывают о требованиях к будущим коллегам, интересуются образованием, опытом, информируют о том, как подать документы и пройти конкурсный отбор. Кадры сегодня нужны в департаментах, инспекциях, аппаратах Акимов, городов и районов. Как отметят организаторы ярмарки, львиная доля вакансий приходится на сельские округа. Лина Карелина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай. В специализированном межрайонном экономическом суде подвели итоги работы за первое полугодие. По словам председателя, за этот период поступило порядка 4 тысяч дел из заявлений, что большее по сравнению с 2017 годом на 25%. В этой связи возросла и нагрузка на судей, но, несмотря на это, качество вынесенных актов ухудшилось незначительно, лишь на 0,2%. В первое полугодие для областных судей отличилось повышенной загруженностью. За 6 месяцев этого года в специализированный межрайонный экономический суд поступило больше 3 764 дел из заявлений. Вынесено больше 2 тысяч решений. 32 частных определений, ответы поступили по 20. Нагрузка на судей увеличилась в три раза. Такой факт связывают с ростом активности населения, которое защищает свои права и обязанности. Проблему загруженности работников храма Фемиды решат путем увеличения штатной численности. Сегодня здесь работают всего 8 судей. Если сравнивать с мессами других областей в нашей республике, то нагрузка на каждого судью в смессе Костанайской области на сегодняшний день состояет 69 дел, что превышает в 2-3 раза другие суды. По такой же большой нагрузке следует отметить также смессы города Астаны и Алматы. Обсудили и проблему в нарушении налогового законодательства. В результате мониторинга Департамента госдоходов до сентября этого года в суд поступят более 3 тысяч дел о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей. За определенный период, от 3 до 5 лет, которые не сдают, то Департамент государственных доходов выявляет эти лица. Среди них есть как бездействующие, так и те, кто не сдают налоговую отчетность. И эти лица проверяют. Есть определенные критерии для выявления данных юридических и индивидуальных предпринимателей. После чего эти иски будут направляться к нам в суд. Последний раз работа по закрытию юридических лиц, нарушающих налоговое законодательство, проводилась в 2014 году. Тогда было ликвидировано около 2 тысяч предпринимателей. Полина Депутат, Ватул Парсанай, телеканал Кустанай. Слушание по скайпу, электронные очереди на процесс, вай-фай и даже запасные зарядные устройства. Суды нового времени могут запустить в Казахстане. В Сараиркинском районе Астаны уже работает такой пилотный проект. Так называемый образцовый суд. В Казахстане есть 329 зданий для судов. В здании Сараиркинского районного суда проведены ремонтные работы, создан фронт-офис, доступная часть здания. Имеются платежные терминалы, внедрена электронная очередь. Здесь же расположены три отдельных кабинета для медиаторов, адвокатов и для ознакомления с материалами дела сторонами. В суде также введена должность судьи-примирителя. Кроме того, в суде создан институт помощника судьи для обеспечения эффективной деятельности судей по качественному и оперативному рассмотрению дел. Пилотный проект прорабатывает два месяца. Это были все новости к этому часу. Удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok